Чемодан, вокзал Виго. Фёдор Смолов покидает заснеженную Москву и отправляется в прекрасную Испанию. И пока мои друзья-коллеги соревнуются в красочности поздравлений Фёдору Смолову, я бы хотел задаться простым вопросом. Почему мы все так радуемся отъезду игрока сборной России в какой-то заштатный испанский клуб? С целью-то сейчас вообще борется за выживание в Ла Лиге. Так вот, ответ будет в последующем видео. 10 лет назад Фёдор Смолов уже уезжал за границу в Роттердамский Фейнорд. И вот сейчас вы увидите, как он там жил и поймете, почему нужно уезжать в настоящую футбольную реальность. Мне кажется, после московского ритма жизни здесь как-то все размеренно, спокойно. Мне кажется, это в первую очередь не очень привычно. Тут все общаются, мне кажется, только на стадионе, на тренировках. Так я переписываюсь, там, смс или могу созвониться с кем-то из ребят. Вот только с Лумбом, наверное, мы ходим куда-нибудь вместе ужинаем, пообедать. А остальные ребят, я даже не знаю, я тоже кого-нибудь спрошу, там все дома, господи. Машина у всех клубная, и только у нескольких футболистов есть свои машины. Но на них нельзя приезжать на тренировки, появляться на территории стадиона, потому что за это штрафуют. Вот здесь на парковке, если кто-нибудь из работников, сотрудников клуба тебя увидит на машине не Opel и не клубной, то это штраф. И сколько? Тысяча евро за один раз. Вот если так вспоминать, именно те моменты, в которые я мог забить, это моя проблема. Хотя вроде и бил там нормально. И в одном моменте я вратарь вытащил, но я в другом сам не очень удачно пробил. Поэтому. Нет, поэтому то, что я как бы не забиваю, это моя проблема, конечно. Но я уверен, что смогу преодолеть, решить эту проблему. Тут вот еще одна девушка какая-то, незнакомая, нашла случайно. Юля представилась. Здесь вот на два этажа выше живет капитан команды еще там. Как-то так, стадион виден. Стадион виден? Да, да, стадион виден. Ну, прям посмотреть даже, что. Здесь я говорю, кроме как футбол, больше заниматься я не о чем, думать больше не о чем. Это значит, что в Москве труднее стать футболистом? Ну, молодым-то точно. Молодому футболисту тяжелее как бы превратиться в хорошего футболиста, уже в такого профессионала, во взрослого. Когда ты там начинаешь играть поначалу, появляются материальные средства. Но там в Москве много всяких мест увеселительных. Соблазнов? Ну да, соблазнов. Как-то если не разлежаться, например, то вот отсюда с балкона допрыгнешь до воды или нет? Вот это расстояние пролетишь? Я насчет этого со всеми дискутировал, и с родителями, и с Юлей, и со всеми. Мне вот интересно. Я во мнении, что если я вот захочу, там, например, этих окон бы не было. Я разбегусь, я перепрыгну, хотя они говорят, что не долетишь. Мне намного важнее играть 45 минут с Аяксом. Пусть там и в целом игра команды неважная, и моя, в частности, игра там оставляет желать лучшего, чем выходить на 9, там, на 8 минут против Сатурна. Я всегда смотрю в интернете про все игры «Динамо». С Сатурном игру не удалось посмотреть, но видел Голку Райну. Несколько раз смотрел его. Это мастерство. Если вот поставить вот на эти две игры их сборную или там их отношение, дать нашей сборной, я думаю, мы бы вышли. Голландское отношение? Да, да. Я думаю, мы бы прошли. То есть все-таки разница в отношении? Ну да, разница в том, что вот даже, например, у них вот эта уверенность в своих силах выливается в превосходство, да, там, в качественное наполе, а у нас выливается в самоуверенность и в недонастрой где-то, в местах. Вы обратили внимание, как по-другому начинает рассуждать человек, который оказывается в настоящей футбольной реальности? Именно поэтому Федор большой молодец, что сейчас вырвался в Испанию и там тоже расширит свои горизонты. Пишите в комментах, что вы хотите пожелать Федору в испанской сельте. Ну и, конечно, оставляйте свои прогнозы о том, сколько Федор Смолов до конца чемпионата сможет забить. Скоро у Федора Смолова день рождения. Я думаю, что мы вместе отметим этот день рождения в Катаре на нашем турнире. Кстати, у нас в один день день рождения. Но теперь мне придется делать это без Смолова, но я с удовольствием понаблюдаю за его испанской карьерой, как и вы. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok